Брак по расчету. Вообще, если честно, каждый родитель хочет, чтобы его ребенок после брака жил лучше, чем до. Хотя бы чуть-чуть. Иначе какой смысл? Поэтому очень многие состоятельные родители против того, чтобы их дети связывали свои отношения, вступали в брак с людьми бедными, проблемными, с теми, кто потащит их на дно. Моих родителей тоже можно понять. Хотя дети нет. Мама, я люблю, я за него хочу. Нет. Папа, прости, но я должен на ней жениться. Папа, плевать на ее репутацию. Папа, плевать, что она старше меня на много лет, что у нее денег нет, что ее папу давно с работы уволили. Плевать, люблю. Это когда безумная любовь. Я по своей жизни много всего интересного видел. Расскажу один короткий случай. У меня был один знакомый, к счастью, уже был. Я с ним общался. Он говорит, вот, я люблю девушку. Да. Я говорю, иди женись. Чего ждешь, блин? Такая красивая, хорошая. Нет, ты что дома скажут? Она уже встречалась с одним парнем и с другим. У нее два парня были. Ты что? У нее были парни, я не могу на ней жениться. Будут надо мной смеяться. Я говорю, думай, что были, были. У тебя как будто, ты как будто, знаешь, с чистого листа. Самому 30 лет, он как будто, я не знаю, только что с завода вышел. Иди женись. Нет, нет, я должен жениться на чистой девочке без прошлого. Я говорю, идиот, да. Проходит пару месяцев. Ты знаешь, я кому цветы послал? Я говорю, кому? Я говорю, где ей? Я говорю, какой ей? Этой девушке другой. Я говорю, идиот. Это другая девушка, дочка олигарха. Она была три раза замужем. У нее от каждого брака ребенок. Ты ей цветы посылаешь. Просто, да, будешь встречаться, да, будешь очередным ее чувачком. Нет, что я хочу на ней жениться. Я говорю, дебил. Ну, то есть твои родители не против того, чтобы ты женился на девушке, три раза разведенной с детьми, но зато дочке олигарха, но против того, чтобы ты женился на бедной, простой, прекрасной девочке, у которой были там 10 лет назад с кем-то отношения. Нет, ну ты понимаешь, здесь она дочка миллиардера. Это другой все, ребят. Мама и папа будут за. Я всем жизнь устрою. Я говорю, ты джендер. Реально сказал это слово джендер. Тряпка. И перестал с ним общаться. Так же я видел в своей жизни, как одна замечательная девочка, прекрасная, лет 19-20, вышла замуж за мужчину постарше. Лет на 20 он старше нее, богатый, состоятельный, крутой. Она вышла замуж. Она этого в жизни не видела. Богатство этой роскоши. Она стала жить красивой. Прошли годы, 5-10, у них появились дети. И для нее вся эта роскошь. Богатства стали обыденными. Если раньше она только мечтала о Луи Виттонах, поездках, о больших возможностях, то сегодня уже роликсы на руках ее не радует. Крутая машина, ну и что, пофиг, дача, вилла. Плевать. В душе-то пустота. Друзья мои, когда вы вступаете в брак, постарайтесь, чтобы кроме выгоды, кроме того, что подумают ваши окружающие, постарайтесь, чтобы в душе было отношение к этому человеку. Я понимаю, любви очень часто нет, потому что, скорее всего, кто-то до этого человеку уже обосрал все понятие любви, и разбил сердце, и вы чисто на автомате уже с разочарованием кому-то выходите замуж или женитесь по выгоде. Ну или выбирайте самый удобный вариант, или потому что вас любят. Но постарайтесь, чтобы к человеку было хотя бы уважение и обожание. Ну а если любовь, то это вообще фантастика. Почему многие состоятельные люди стараются, чтобы их дети женились, выходили замуж за тех людей, которые, ну, грубо говоря, их уровня, потому что не хотят, чтобы в будущем были социальные проблемы, а вот она этого не видела, не знает, а он там нищеброд, он руками кушает мясо. Чтобы вот этих проблем не было, старайтесь всегда брать свой левел. Если вы живете нормально, перейдите в жены, выходите замуж за тех, кто живет нормально. Если вы живете совсем роскошно, идите в свой левел, чтобы в будущем вам было не так, конечно, хреново, и чтобы этих вот трений не возникало, потому что меньше будет, по крайней мере, болеть голова. Ну а если вы полюбите кого-то, пусть вас не останавливает то, сколько у него было мужиков, сколько у него денег, сколько у нее возможностей, насколько она старше, насколько он моложе, пусть это вас не останавливает, потому что самый великий и мощнейший двигатель – это любовь. Ну а если ее нет, по крайней мере, выходите замуж, женитесь с открытыми глазами, разглядите человека, рассмотрите, и пусть такие мелочи, как деньги, которые есть или которых нет, будут не главным фактором, потому что наступит день, когда вы будете сидеть в роскошном доме, в роскошной одежде, а в сердце вашем будет пустота. Настанет день, когда ты будешь сидеть в пустой маленькой бедной комнате с пустым холодильником, а в сердце твоем будет разочарование. Включите мозги, если уж идете на брак по расчету, пусть частью расчета будет не только ваше внутреннее «я» и желание лучше жить, но еще и сердце, которое обязательно должно влечь не только к деньгам, не только к роскоши, не только к человеку, который даст будущее, или о ком меньше говорят, но и к человеку, которого вы просто любите. Субтитры создавал DimaTorzok